Присмотр за детьми, обучение их танцам или рисованию. Эти дополнительные услуги востребованы в нашем городе. Однако большинство из них предлагают частные предприниматели, хотя школа и сады имеют огромный потенциал для создания подобного бизнеса. Я думаю, что каждое образовательное учреждение города Кузнецка, в том числе и дошкольное, обладает достаточным количеством ресурсов, трудовых, материальных ресурсов, для того, чтобы тоже оказывать вот такие же дополнительные услуги. Понятно, что если услуга дополнительная, то она может осуществляться только при согласии родителя, если у родителей есть такое желание, чтобы ребенок научился заниматься танцами, песнями или обучением английскому языку. Это совсем не заменяет тех занятий, которые обязательно должны быть в любом образовательном учреждении, в школе или детском саду. Это идет как именно дополнительное занятие. На семинаре, заведующий детским садом номер 12, Наталья Кривчикова, поделилась с оптом на организации дополнительных платных услуг. В учреждении работают 4 платных группы по 20 человек каждая. В них дети занимаются английским языком, развитием речи, психологией, ритмикой. Если развитие речи начинается со средней группы, то мы здесь начинаем это с младшей группы. И подготовка к обучению развития грамоты идет в подготовительной группе, мы начинаем ее со старшей. И то есть даем, как бы еще у нас что там пишут. Но опять я хочу сказать, что это по запросу родителей. У родителей есть желание, есть запрос, есть спрос, есть предложение. То есть раннее обучение чтению. Конечно, читать как бы не учить не рекомендуется, но мы не в том понятии, чтобы ребенок бегло читал. То есть послуговое обучение чтению, ну и опять зависимости от индивидуальной способности ребенка. Был сделан акцент на то, что данные услуги не носят обязательный характер и оказываются только по желанию родителей. А как итог, выигрыши остаются все. Муниципальные дополнительные услуги стоят в два раза ниже, чем частные. И везти ребенка куда-то специально уже не требуется. А образовательные учреждения получают возможность привлекать высококлассных специалистов, повышать сотрудникам зарплату, направлять средства на улучшение материальной базы.